Всем привет! Мы снова на вечерке на утку. Вместе с Димой. Он на той позиции стоит. Прошлись сегодня, где с подходом можно вот в той стороне утку добыть, но там не было никого. Мы там прошлись везде. Показалось мне, что кто-то там крякает, но либо они нас раньше увидели и не улетели, мы их не заметили. Либо их там не было. Мне показалось, что там кто-то крякает. Вот вернулись на место на старое. Ждем. Сегодня погода не очень хорошая, ветреная. Не знаем, будут сегодня налеты. Нет, примерно в это время уже должны утки лететь. Цапля была. В прошлый раз мы приходили, не было ни одной цапли. Мы уже даже стали переживать, потому что вдалеке были выстрелы. Мы уж подумали, может быть кто-то цаплю подстрелил ее. Но сегодня одна была. Увидела нас, поднялась с воды. Далеко она заметила, далеко видит. Ну вот ждем, не знаю. Может быть полетят, может быть и нет. Пока ждем. Здесь народ ходит. Не очень удобно. Все время думаешь, что вот сейчас будут идти люди и одновременно утка полетит. Под Москвой ребята вообще сложно с охотой, потому что очень много СНТ. Практически не осталось нетронутых мест, где можно поохотиться. А там, где можно, и то все равно это близ каких-то, ну, близ СНТ на таком расстоянии, на котором можно поохотиться. Но вот люди все равно мимо проходят иногда. И поэтому это все усложняет. Что-то уже как-то темнеет. Обычно в это время уже утки хоть какие-нибудь летят. Но сегодня что-то какая-то тишина. Ладно, сейчас пока выключусь. Если вдруг кто-то полетит, попробую успеть включиться. Ну вот, продолжаем стоять. Ну что-то какая-то предательская тишина. Не знаю, Диму там видно или нет. Он там сливается с лесом. Там только, наверное, одно лицо его видно. Вот. А тем временем темнеет и темнеет. И что-то, похоже, мы опять сегодня без трофеев и даже не пульнем ни разу. Да. Но в погоде одно хорошо сейчас, что комаров нету. Эти кровопийцы просто нещадно жрут. А сейчас погода испортилась и этих песклявых товарищей нет. Это радует. Может, еще потому что ветрено. Даже уже Дмитрия Юрьевича там и не видно, мне кажется. Одну еще тоже утку, наша подруга, она здесь где-то живет, перелетает с места на место. Она то оттуда с воды поднимается, летит, то она вот прям вообще из травы вылетела, то она вот с этой стороны. То есть она каждый раз меняет траекторию полета. Ну, то есть каждый раз летит по-разному. И в разных направлениях. И мы ее тоже никак не можем поймать. Ну, обмануть ее не можем. Она нас все обманывает. То есть ты еще попробуй ее добудь. А потом уже будут говорить, что вот вы там. Мы против охоты там. Есть вам нечего. Да мы еще и не ели. И неизвестно, когда поедим. С таким раскладом. Поэтому, наверное, больше просто даже сам процесс того, что мы здесь находимся. Ладно, пока опять выключусь на какое-то время. Ребята, вы не представляете. Короче, ходим, ходим. Надо было в шахматы учиться, наверное, играть лучше. Да, в шахмалисты. Короче, три дня ходить. Ну, как бы высоко летели там, ладно, может быть, из ружья там чоки, получоки, паучки. Все остальное, блядь. Сегодня ну да. Пришли, опоздали. Пришли. Ну, поздно поехали, да. Пришли. Разложил, блядь. Стал вставлять. Как этот крюк гребаный на этой мэрке. У меня, как что-то тырк, пырк, блядь, что-то дергались, и у меня вылетает эжектор. Я говорю, пиздец, заебись, приехали. Он говорит, все, сломал ружье. Поехали домой. Кошмар. И в этот момент я нашел этот эжектор, пока я его туда впихивал, и над нами прям, прям, они поднялись с воды, прилетели круг, и что, над нами прям, в 10-ти, я не знаю, стрелять не хочу. Там уже был палкой шварлут и камнем, блядь, попались. И улетели. Я говорю, блядь, как так? Тут не сбил предохранитель. Утки заговоренные какие-то. Кошмар. Ты какой-то пипец. И все говорят, кто говорит, гринпес, не убивайте. Их не то, что убивать, их этих тварей. Тут уже подбешивать начинает. вроде бы делаем все то, а что-то ты жектор какой-то выскочил. Сейчас темнеет еще раньше. Темнеет еще раньше. И они еще стали летать более по темному. Ну да, кстати. То они летали, было более-менее светло, было видно. А сейчас они летят уже когда совсем темно и их даже не видно. Слышно, как они крыльями машут. Вон, как это стоит, там крыльями машут. Здорово. Еще один получок. Так что есть и приятные новости. У меня готов охотничий билет. Скоро одним охотником будет больше. Скоро уток будет меньше. Кошмар. помнишь, вот. Ему что утки, что гусени. Ладно, все, всем пока. Всем пока. Это было сейчас, насколько участвуют. Два дня в одно видео. Да. Всем охотникам ура. 12-му калибру привет. Порывай его. Порывай, здесь при чем? Ну так, с прошедшими. Кольчуги привет. Кольчуги привет. Темпу привет. Темпу привет. Михаилу привет. Кому там что привет. Александру Чурилину привет. Кого мы что не знаем. Да, охотник, переходи на Сальсельмаш. Сальсельмаш. Какой Маш? Маш. Это можно? Скажи, скажи. Еще подписывайтесь на канал Влад А4. У каждого свои фантаты. У мира, точнее. Футбол, футбол. Нет, Влад А4 не футбол. Это не футбол. Он белорусский. Короче, Тима белорусский рулит. Все, ладно. Всем пока. Пока.